Иваныч, я тут подсчитал, сколько мы заработали за этот месяц и понял, что нужно менять работу. Нет, что нужно менять правила дорожного движения. Что-то до хрена там им разрешено. Как ты их поменяешь? Все, а то не сложно. Треба иметь только час, наткнение и цветной принтер. У меня есть и те, и другое, и третье. О, диви, какую книжку написал. Не только написал, еще и распечатал. Кстати, распечатать было сложнее, чем написать. Короче, тут правила такие, как нам нужно. А если они не поведутся? Что значит не поведутся? Кто их спросить будет? Дивись. А ну, а ну. Доброго дня, сержант Ступок. Здравствуйте. Зеркала у вас брудни. Простите, но нету таких правил, как зеркала грязные. Раньше не было. А теперь вот новое правило вышли, читайте. Зеркала должны блещать. Блещать. Спочатку мову выучить, а потом за руля седайте. Скажите, пожалуйста, а почему в мове столько ошибок? Какие ошибки? Ошибки. Где ошибки? Грамматические. А, то ж, вы вообще не в курсе, какие новые законы выходят, да? Это же новые правила, правописание. Теперь правильно вот так вот. Так, за грамотность нам ведь штрафуют? Ага. Да. Ух ты. Грамотеям хабсдос по новым законам. Так что, есть у вас средства для близку на зеркалах? Что за средства? Что за бред? А таке специальное средство, чтобы машинка блещала, как у кота яйца. Там так написано. Да, действительно, вот, дивиться. Як у кота яйца. Яйца. Ян, в кинции я, о. Так что, давайте, давайте. Всього 200 гривен коштует, можете у нас не брать, конечно, но там далі пост стоять такий, что там такие звери, что из вас сдадут все 400. Я, кажется, понял. Вот возьмите. Ага. Ось, будь ласка. Ой, трохи мало. Ну, ну, якщо взболтать, то почти полно получается. Ага. Снимайте. Так, что у нас еще там? Все. Казка у вас есть? А, казка. А зачем казка? Я же не на мотоцикле. А, по новым правилам. Ось, дивіться. Шоу, на мотоцикле, шоу, без мотоцикла обязаны быть в шлеме. Всього 500 гривень. Обязан бути в шлеме. Бути в шлеме. Вчить. Я понял. Осьо. Осьо. Вот возьмите. О, хорошо. Это все? А вазелин в аптечке есть? Зачем в аптечке вазелин? Вазелин. Ну, мало ли, что на дороге бывает там медведи, лоси. Я понял. Нет вазелина. Всього 30 гривень. Осьо. У меня как раз есть. Ага. У тебя с собой был вазелин? Ну, ты же сам сказал, что близкие воде и бывают. Ну, да. Все. Денег нет. Я могу ехать? Да. Счастливого пути. Слушай, Григорьич, круто ты с новыми правилами придумал, а? Ага. Все же потому, что для людей. Так, все правила были для людей. Слушай, тебе надо в депутаты идти. А чего думаешь, не пойду? Чи я пойду? У меня все для депутатства уже есть. И пузо, и наглость. А еще и безграмотность. Опять же, еще один плюс. Только есть один нюанс. Чтобы стать депутатом, нужно быть безработным. Поэтому иди, извольняйся, а я пока за тебя попрацюю. Во, 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 стоять. Чтобы я променял свой любимый пост на депутатство. Нет, 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 нет. Ищите дурни. Я четыре Верховной Ради пережил. Четыре скликания. И пятий переживу. Так что, давай патрулеру Иванич, потому что напишу новое правило, что на посту должен быть только один гаишник. Да ладно, что ты начинаешь сразу один гаишник. Я нормально попрацюю. Ты диви на него. Если депутатом не стало, уже такая сволота. Милая, наконец-то мы встретились. Я так скучал. Ну, я так тебя люблю. Ты самый прекрасный мужчина в мире. Может быть, поедем к тебе? У меня родители. А у меня сестра дома. Представляешь? Ну, ничего, нашей любви ничто не помеха. Да. Шампанское. Да, твоя любимая. А молодые люди, а вы в курсе, что распивать спиртные напитки в общественном месте категорически запрещено? Да, мы слышали об этом. Но у нас просто сегодня романтическое свидание. Поздравляю вас. Спасибо. Понимаю, понимаю. Все, конечно, понимаю. Ну, тогда пейте хотя бы в пакетике. Спасибо. Сколько мы вам должны? Ой, Господи, вы что такое говорите? Полиция? Взяток не берет. Полиция у нас хорошая. Так. Видишь, нашей любви ничто не помеха. Даже открытая бутылка в парке. Держи. Так. Папа-папа-папа. Так, а что вы там про деньги говорили? Так отставить! Вы что? Вы что творите? Тут же в парке дети. Вы знаете, что это серьезное нарушение общественного порядка? Это штраф. Понятно? Извините, просто нам некуда идти. Я понимаю вас. Да если вы уже прям так сильно хотите целоваться, тогда вот, пожалуйста, целуйтесь в пакете. Понятно? Да. Спасибо. Целуйтесь. Вот, молодцы, молодцы. Молодцы. А вот те вот пакеты, кстати, были по пять гривен. Так, а ну, а что вы тут это? А, в пакете? В пакете можно. Молодцы. Молодцы. А, вы и там в пакете. Ну, молодцы, молодцы. А вот у меня случай был, значит, как-то я помню без пакета. Ладно, не отвлекаю. Так, сырник Игорь, 82 года. Ага, здоров. Ага, здоров. Карпенко Василий, 91 год. Здоров. Здоров. Ага. 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 предательство ранит хуже ножа. Батюшка, вам помочь? Или будете клиентом кого-то из ваших коллег? Нет, только ты сможешь мне помочь. Давай, 80 на 20. Ой, вы комедию решили ломать. Батюшка, уходите лучше. Ай-яй-яй-яй-яй. Бабуль, ну, может, передумаете вы? Нет-нет-нет. Я к доктору и только. Всё. Придётся икону продавать. Ничего святого у вас нет. Ой. Так, если честно, у него ничего святого и не было. Кроме иконок на торпеде. Бандюро или. На что жалуйтесь, бабушка? Ломит, ноет, болит. Так вам сколько лет? Это только нога. Ага. На троих. Егорушка, у меня для тебя кое-что есть. Чё, пожрать что-то принесла? Ты же вроде в постели не разрешаешь. Нет-нет, ты неправильно понял. Есть кое-что более интересное, что можно делать в постели. Это чё? А, это... Слушай, я просто поел только, у меня живот вздулся. Не хочется тут всё заляпать. Ты же всё только постирала. Нет-нет, ты неправильно всё понял. Я хочу, чтобы для тебя было кое-что особенное. Не догадываешься? Я ходила месяц на курсы стриптиза. Курсы стриптиза? А, так вот, чё ты с карнизом под мышкой каждый вечер куда-то гоняла? Да-да, всё правильно. Кстати, когда ты его прибьёшь? Так уже. В смысле? Ну, как же я буду танцевать? Ну, хочешь, я оторвусь? Нет-нет, не надо. Я буду импровизировать. Тем более, сексуальность, она либо есть, либо её нет. Ну, это уж точно, да. Так, ну, ты готов к сексуальному взрыву? Вообще-то, честно говоря, не... Егор! Да, да, готов. Пошла. Раз, два, три, как тебе? А? Как тебе? О, завёлся, а? Так завёлся, что чуть не развёлся. А, поняла? Сейчас, короночка. Ты осторожнее, schematic, А? Ш-ш-ш-ш. Сейчас-свэ-с. А? А? Люстру не зацепи. А? Секундочку. Опа, 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 опа. Тебе нравится? Ну, говори, говори, как тебе это все нравится. Что ты чувствуешь? Ну, как бы, смотря какого эффекта ты добиваешься. Что ты хочешь? Хочешь чего? Ай, честно, накрыть тебя одеялом, как клетку с попугаем. Секундочку, я поняла. Это, наверное, музыка не та. Сейчас. Черт. Секунду. И музыка не та, и женщина не та. Другая, пошла, пошла, пошла. Оп, опа, 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 опа. Да хорош. Слушай, ну, как, хорош. Вот, вот. Выключи музыку, я тебя прошу. Что не так, Егор? Да блин, все не так. Ну, ничего не получается у тебя. Может, тебе надо было ходить на платные курсы стриптиза? Ну, вообще-то это были платные. Да? Десять тысяч в месяц. Сколько? Ни хрена себе. Ну-ка, набери эти курсы. Дай я с ними поговорю. Десять тысяч. Здрасте. Запор покрасьте. Алло, слушай меня сюда. Ну, ты завелся? Да, вот теперь я завелся. Супер. То есть, танец тебе теперь понравился? Он мне не просто понравился, а он мне до сих пор нравится. Только не загораживай. Ага. Ага, спасибо. Может, я пойду уже? Да не, ну, куда пойду? Десять тысяч надо же отрабатывать как-то. Сейчас еще минут пятнадцать потанцуешь, потом пойдешь. А то я пожалуюсь в общество прав потребителей. Вот, да. Ух, не зря ты ходила на стриптиз. Не зря. Ага. На троих. Ух, не зря. Блин! Да как они это делают, а? Таша. Жака, мне нужна твоя вода. Не могу, Сань. Это я домой себе набрал. А, пополняешь запасы? Ну да. А я подумал, на работу я каждый день езжу. Трачусь на дорогу, на обеды. Работа хоть как-то должна покрывать мои затраты, правильно? Ты красавчик, дай пить. Ну, мелковато мыслишь. Зацени. Оп. А я думаю, чё это у нас так быстро чай заканчивается, а? А, ну вот так, назад-назад, молодец. Ну, это чё не всё. Пойдём, кое-чего покажу. Пойдём. Ух ты! Спасибо за совет, Санёк. Только как теперь не перепутать, где мыло, а где моющее средство? А ты мойся прям с посудой. Только так, давай договоримся. Ты, значит, берёшь по чётным, а я по нечётным. Договорились, коллега. Где? Что? Что? Сволочи, где я вас спрашиваю? Что? Туалетная бумага. Мы не брали. Мы не брали. А что, приспичило? Что вы из меня дурочку делаете? Не приспичило. А Яна Викторовна прямо оттуда мне позвонила и спросила. Ой, Нина Сергеевна, вы чего не выполняете свою работу? Где? Мы не знаем, мы не брали, честное слово. Тогда вот. Это наш отчёт, это наш отчёт, не надо. А вот Яна Викторовна прямо там, в интимной остановочке, и проверит ваши отчёты. О, мужик, мужик, слушай, выручай. Загулял я это пару дней. Да, сказал жене, что в гараже выпиваю с другом. Понял. А сам по бабам гулял. Ну, ты меня понимаешь, да? Фу, слушай, дёрнешь писяшку, а? А, понял, работаешь, не отвлекаю. А я дёрну, чисто для правдоподобности. Фу, слушай, задолбала меня она, это, своими маникюрами, педикюрами. Вот тут уже сидят просто. Ох ты, ёлки-палки. Вот это за лёд. Ладно, скажу, что пятно от масла или комаров крупных давил. Хвата, конечно, у меня дура, но умная всё-таки. Ах ты ж скотина такая! Ника! Викуся, привет, родная. Здрасте. Да, я тут с другом день рождения отмечаю второй день. С каким другом? С каким? Вот, с лучшим, лучший друг мой. С детства, со школы, с садика ещё вместе мы гуляли. Да ты что? Да. Ну, хорошо, пускай твой друг и расскажет, чем вы тут вместе занимались. Вика, спокойно, спокойно. Спокойно, спокойно. Вот же, вот же друг мой, дружище. Ах, вот это вот друг, да? А? Ясно. А кто вы такая? Я кто такая? Я жена вот этого кобеля, которому вы тут два дня болтик накручивали. Да я его первый раз вижу, я вообще даже не знаю, как его зовут. Саша, ты вообще превзошёл себя. Молодец. Теперь ты даже время на знакомство не тратишь. Сразу же в постель. Да, Вика, это вообще не то, о чём ты подумала. А что я должна была подумать? То, что ты пил с Михалычем, а потом в 12.00 Михалыч превратился в шайбу без резьбы. Нет, я попрошу. А вот просите, просите его о чём хотите. Теперь он ваш, полностью. Можете с ним и ТОшечку делать, и шины ему надувать, и тюнингом заниматься. Да, Вика, Вика, ну чего ты? Да нахрен он мне вообще сдался. Он и наврать нормально не может, и в машинах не разбирается, и вообще. Чё? Мужик ещё. А вы, кстати, как, шарите в машинах? В машинах? Ну, как бы, не то чтобы... Ну, просто он всё время в гараже проводит время, а я как бы поднатаскалась. А не хотите к нам, вот, на СТО пойти работать? СТО, Бибибка, у нас одни женщины работают. Правда, такие козлы иногда захаживают. Кто там? Вы знаете, а я как бы и не против. Вика! Пошёл вон, Кобель! Видеть тебя больше не хочу! Понял? Чё надо делать? А вот вы правильно начали. Только матов побольше. И всё, и вы в нашей команде. Ага. А с ними по-другому нельзя? Ну да. Матрари. О! Зарплата на карточку пришла. Капец, меньше, чем у копов. Так, ладно, а сейчас переводим с зарплатной. И гасим кредит на кредитной. Всё, ваш баланс. И там, и там ноль. Блин, хоть иди к Филипповой, на трассу подрабатывай. Помогите, помогите! За мной гонятся! Спасите меня! Спасите! Успокойтесь, что случилось? Там жесть, там капец, там пипец! Нам всем капец! Оно идёт! Оно идёт! Оно сейчас будет здесь! Бабуля, отвалите отсюда! Там какая-то жесть идёт! Это оно! Оно и есть жесть! Это оно жесть! Там ты жесть! А я Евгения Михайловна! Вы! Сатана Дьяволиновна! Называй меня как хочешь, а от меня ты не отвертишься! Так, подождите, сейчас, тихо, спокойно, успокоили все. Что здесь происходит? Вот этот вот, вот этот вот, соблазнил меня ради пятикомнатной квартиры. Вот. Окушивал бабку, полезай в огород. А-а-а, я понял. Ты, значит, Альфонс, да? О! Взял обманным путём у бабки квартиру отжал. Сознаюсь! Сознаюсь! Чистосердечно! Взял! Взял! Напишите на меня! Пишите на меня! Я лучше сяду на 10 лет! Нет, лучше на 20, чтобы наверняка, чтобы она к тому времени уже крякнула! Пишите! Я тебя вею из тюрьмы! Даже дочь! И как к тебе от крякаю! Так, не надо тут никого крякать! Особенно у меня в кабинете. Разошлись тут. Бабуль, не волнуйтесь, вернёт он вам квартиру, как миленький! Да и не нужна мне эта квартира. В смысле? Так, подождите, стоп. Он вас соблазнил? Соблазнил. Квартиру он обманным путём на себя переписал? Переписал. Так, подождите, а чё вы хотите? Душа ей моя нужна! Она мефистофель в кепке! Я хочу то, что он обещал мне. За квартиру! Секос! 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 Тихо, бабушка! Успокоились, бабушка! Не надо тут никакого секса. Сейчас мы всё сделаем, сейчас всё будет хорошо. Так, давай, иди, садись, пиши заявление. А то, чтобы квартиру бабки вернуть. Нет, я лучше здесь. Давайте я лучше здесь напишу. Да, давайте. Всё, квартира ваша. Я свободен! Я свободен! Вот тебе! Ну, пожалуйста. Да не нужна мне эта квартира в центре города. Пятикомнатная. Не, ну, нет, нет. Слушай, чё? Ну, с ремонтом. Ну, всё, захлопываю багажник. Ой-ой-ой-ой-ой. Всё? Давно такого огня не было? Да, воненько. Это. Ой. Грудь поправьте. Не могу на неё смотреть просто. Заводит. Ладно. Поехали к квартиру твою смотреть. Принимай хозяйство. Так, а чё ехать? Тут он дохрещатика. Минута ходьбы. А ну, дохрещатика, может, и минута ходьбы. А до квартиры в центре Бердючева. И ехать надо. Давай, заводи свой бобик. Поехали. Ну, вас в баню, бабуля. Я боюсь, что у меня после этого мой бобик больше никогда не заведётся. На трёх.